Здравствуйте, уважаемые посетители канала Иванова Наука, садоводы и огородники! Зима у нас в полном разгаре, а это значит, что вполне можно посвятить наши выпуски интересным зимним темам. И одна из зимних тем это древесная зола, которая у нас копится, как оказалось у многих, и зимой, и летом. Но зимой, конечно, в основном все-таки мы же топим, топим свои дома дровами в том числе. Один из важнейших вопросов, стоит ли золу сразу же вносить в огород, или ее можно складировать до весны. На самом деле, вне зависимости от того, каким образом вы будете золу использовать, сразу же свежую или через время, она своих удобрительных свойств совершенно не потеряет. Поэтому поступайте так, как вам больше удобнее. При этом я расскажу в следующем выпуске некоторые нюансы, связанные с ранним внесением золы в почву. Второй вопрос, который у меня очень часто спрашивают, это можно ли использовать для подкормки растений доски, которые были покрашены какими-то красками или пропитками. Здесь ответ очень простой. Как правило, в последние 20 лет в краске не добавляются соединения ртути, кадмия, никеля, свинца и других тяжелых металлов. Конечно, там есть полимеры, но если все хорошо горит, если печка правильно топится, то эти полимеры сгорают и никаких остатков токсических веществ нет. Ну а тяжелые металлы, соответственно, в красках не используются. Поэтому, если у вас, ну, очень старые крашеные доски, то, конечно, лучше не использовать. А если это доски относительно молодые покрашенные, то без проблем. Следующий вопрос, который тоже нередко в последнее время задают зрители относительно золы, это стоит ли ее впоследствии гасить уксусом? Надо ли гасить уксусом золу? Вот есть некоторые, кто утверждает, что этого категорически нельзя делать. На самом деле надо или не надо гасить золу уксусом или лимонной кислотой. Или смешивать с готовой кислой зеленой бродиловкой. Зависит от того, на какие цели вы золу будете использовать. Если вы ее используете с целью раскисления, подщелачивания почв, то в этом случае, конечно, гасить уксусом ее не обязательно. Это не означает, что если вы ее погасите уксусом, а потом этим раствором польете, то у вас раскисления почвы не будет. Нет, раскисление почвы все равно будет. Просто оно будет идти с химической точки зрения немножечко иначе, чем когда вы используете непогашенную уксусом или чем-то еще золу. У вас в любом случае такие, ну скажем, щелочные, те элементы, которые щелочат почву, они в любом случае туда попадут. Просто это будет происходить медленнее и не столько химическим. Ну, химическим у нас все химия, и наше тело тоже химия. Сколько с участием биологического компонента, когда вы гасите. Но когда вы делаете подкормки зольным раствором, ну, например, когда вы томаты кормите, огурцы кормите, то остросчелочной зольный раствор может повредить физиологии наших растений, как следствие нарушить всасывание определенных питательных веществ и как следствие нарушить формирование урожая. Что особенно опасно, опасно в середине вот этого периода формирования урожая, когда растения очень активно растут и очень чувствительны к разнообразным нарушениям минерального питания. Поэтому, если вы просто сыпите золу для того, чтобы подчелачить, раскислить землю, ну, то сыпьте как есть. А если вы занимаетесь подкормками зольным раствором, то там вот погашенный зольный раствор с помощью уксуса, лимонной кислоты или зеленой бродиловки, или азотной кислоты, или фосфорной кислоты, или серной кислоты, я об этом всем рассказывал, являются гораздо более благоприятными. Как бы там ни было, в любом случае, древесная зола является ценнейшим, ценнейшим ресурсом для наших садово-огородных дел. Не только в качестве удобрения. Золой пересыпают морковь и свеклу при хранении, золой опудривают полы в овощехранилищах для проведения дезинфекции, в золу окунают череночки при укоренении, для небольшой дезинфекции, стимуляции образования корней. Так что эта самая зола нам будет большим-большим подспорьем на протяжении всего сезона выращивания наших растений. Поэтому ни в коем случае не избавляйтесь от золы, улучшайте свою золу путем там сжигания определенных субстратов, о чем я тоже рассказывал, и накапливайте это удобрение для нужд сада и огорода. С мучнистой росой можно побороться только с помощью золы, больше ничего не надо, только зола, и уже мучку можно будет выгнать. Кто забыл, кто не помнит, кто хочет узнать нюансы этих процессов, милости прошу, оставайтесь на канале Иванова Наука и обязательно, обязательно подпишитесь на журнал «Урожайные сотки», потому что там все это будет печататься в твердой копии, и вы, независимо от наличия и отсутствия интернета, всегда будете иметь доступ к самым-самым лучшим советам. На этом я прощаюсь с вами, до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok